Здоровый педагог, здоровые школьники. В дневном стационаре Нягонской окружной больницы увеличили количество мест для оздоровления учителей. Если ранее курсы ежегодно проходили до 100 работников образования, то теперь 450. Особой популярностью физиолечения пользуется сейчас в дни школьных каникул. Евгения Самойлова подробнее. Антиасов, на процедуру можно? Конечно. Дмитрий Антиасов, педагог, 7 лет, ведет уроки физкультуры в школе. Сейчас свисток на полке, а в расписании учителя водные процедуры, массаж и магнитотерапия. Поздоровительные процедуры для педагогов необходимы, потому что мы работаем, во-первых, на севере, во-вторых, у нас очень большая эмоциональная нагрузка, и каждый день, каждый божий день у нас нет даже времени свободного посвятить на себя. Осенью, когда идет обострение заболеваний, визит в дневной стационар, как никогда, кстати. Для педагогов, работающих в напряженном режиме, 9 месяцев в году в Нягонской окружной больнице разрабатывают индивидуальную восстановительную программу. На первом месте заболевание опорно-двигательного аппарата. Второе место занимает сердечно-сосудистое заболевание. Третье место – это заболевание желудочно-кишечного тракта. И часто встречаются фоновые заболевания, выявляется впервые сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Проект «Оздоровление педагогов» в Нягоне запустили в 2013 году. Инициированный городским общественным советом по образованию, его в числе первых поддержала Нягонская окружная больница. Благодаря соглашению и увеличению коечного фонда дневного стационара, бесплатный курс процедур теперь ежегодно смогут проходить до 450 педагогов. За почти 7 лет у нас оздоровились 2113 педагогов. Понятно, что у нас не столько педагогов, у нас 900 с хвостиком. Но почти раз в три года у нас каждый педагог получает возможность поправить свое здоровье или профилактику провести. В Нягоне считают здоровый учитель – здоровые школьники. После санаторного курса педагоги реже уходят на больничные, более эмоционально устойчивые. А где меньше стресса, без сомнений, более эффективный учебный процесс. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягонь.